Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня развивается экономика, промышленность, наши уникальные курорты Мы можем гордиться нашими городами и станицами, которые меняют свой архитектурный облик Людьми, главным богатством нашего края Мы сегодня можем гордиться, именно гордиться, что они у нас живут вот такие на нашей Кубани В нашем крае вот такие аграрии, селекционеры, спортсмены, учителя Можно перечислить людей различных специальностей, профессий, которые влюблены в свое дело И безгранично любят наш край, безгранично, кто бы что ни говорил И желают его процветанию и развитию Спасибо вам за это Председатель Совета Белоглинского района Директор СПК «Восход» Николай Букреев удостоен медали за вклад в развитие Кубани второй степени Букреев Николай Пантелеевич Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Восход» Белоглинский район Под руководством Николая Букреева Совет Белоглинского района решает важные социально-экономические вопросы Более 30 лет Николай Пантелеевич является директором СПК «Восход», основные виды деятельности которого – растеневодство и животноводство Комплексный подход, применение современных технологий, высокопроизводительной техники, обновление машино-тракторного парка позволяют хозяйству получать хорошие урожаи и входить в число ведущих агропредприятий района По результатам жатвы 2019 СПК «Восход» на третьем месте среди малых хозяйств Третье место присуждено сельскохозяйственному производственному кооперативу «Восход» За полученную урожайность озивой пшеницы 52,5 центнера с гектара Директор Букреев Николай Пантелеевич – заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, почетный работник агропромышленного комплекса России На счету Николая Букреева немало наград районного и краевого уровня В 2018 присвоено звание «Почетный гражданин Белоглинского района» за личный вклад в развитие местного самоуправления СПК «Восход» активно участвует в развитии социальной инфраструктуры муниципального образования Оказывает финансовую поддержку в проведении различных спортивных соревнований и праздничных мероприятий Одно из приоритетных направлений в системе профилактических мер, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан Обеспечение противопожарной безопасности мест проживания социально уязвимых групп населения 18 сентября специалисты администрации Белоглинского сельского поселения провели благотворительный рейд по улице Железнодорожной В 11 домовладениях одиноко проживающих пенсионеров совершенно безвозмездно установили пожарные извещатели Это пенсионеры, это инвалиды и одинокие, практически все живут в одиночестве У некоторых очень далеко дети, вот такие как Соболева Мария У нее дети очень далеко живут, больные, приезжают очень редко, поэтому она живет одна Ей вот это была необходимость Хотели бы поставить еще и сбитневой, у которой не так давно произошло возгорание Но вовремя она потушила, в результате получила ожоги кистей и рук Поэтому это так необходимо нашим пенсионерам, чтобы предотвратить возникновение пожара Они очень довольны, что сельская администрация позаботилась о них и поставила эти датчики Практика установки пожарной сигнализации в жилых домах показала свою эффективность Там, где установлены датчики, снижается риск трагедии Как вы считаете, это нужная вещь вам в хозяйстве? Ну как же не нужная, могу загореться и сгореть хата Я забываю уже, у меня 89 лет было вот Конечно нужна, особенно нам, уже памяти нету Сколько чайников сгорело, ковшиков Да, это надо, тем более мы поживые люди, у нас уже память слабая, так что очень хорошо Пожарные извещатели способствуют раннему обнаружению возникновения возгорания Принцип работы датчика прост При попадании в него дыма он начинает издавать громкий сигнал, предупреждающий об опасности Работает устройство от обычной батарейки Ориентировочно планируется установить еще порядка 50 домовых пожарных извещателей На сегодняшний день закуплено 53 датчика, это спонсорские средства В этом месяце у нас по плану еще установка 30 датчиков На сегодняшний день улица Железнодорожная охвачена полностью Сегодня было запланировано 12 домовладений В ходе рейдов специалисты поселения подробно рассказывают о пожарных датчиках И принципе его работы Разъясняют необходимость установки оборудования в жилых домах или квартирах Службы и ведомства Белоглинского района проверили готовность к нештатным ситуациям В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 19 сентября на территории района состоялись противоаварийные учения С участием трех социально важных предприятий Теплосистемы электросетей водоканала Условную чрезвычайную ситуацию контролировали Заместитель главы района Олег Ефимов Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Юрий Гришко По легенде в результате плохих погодных условий Было нарушено электроснабжение двух котельных Отопительных объектов социальной сферы населения А также водозабора, обеспечивающего котельные водоснабжением Были отключены две котельные Два созначимых объекта Это котельная детского садика номер 2 и водозаборы Персоналам Белоглинского района организованы работы по обнаружению повреждения На линии 10 кВт согласно вводной И были приняты меры к немедленному подключению резервных источников питания На наиболее значимых социально значимых объектах Это второй детский садик, водозабор и 14 котельная В соответствии с утвержденным регламентом Требовалось оперативно обеспечить электроснабжение котельных и водозабора От резервных источников питания, автономных дизельных электростанций Сотрудники профильных служб успешно справились с поставленными задачами Обеспечив работоспособность теплового контура Всего в учениях было задействовано 6 единиц техники и 12 человек личного состава Все службы сработали слаженно Замечаний по тренировке нет К отопительному сезону службы ЖКХ можно считать готовы В ходе учения отработаны действия оперативных служб Территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации При авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства 20 сентября учащиеся 12-й школы села Белая Глина построились на торжественную линейку Повод для общеобразовательного учреждения значимый Открытие мемориальной доски памяти первого героя Советского Союза Нашего земляка Анатолия Лепедевского Достойный путь прошел сын земли Кубанской Человек, для которого местом рождением стало наше село А самым важным является то, что именно такими людьми пишется история страны Именно такой человек, как Анатолий Васильевич Лепедевский Должен был оказаться в команде летчиков, спасающих челюскинцев И стать среди лучших первым За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев В 1934 году Анатолию Лепедевскому присвоено звание первого героя Советского Союза Награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» И когда ему Михаил Иванович Калинин ручал героя Советского Союза И он сказал староста государству Толя, ты будешь первым Героев России и Советском Союзе будет много А ты будешь первым С 2007 года 12-я школа гордо носит имя легендарного советского летчика Генерал-майора авиации Для того, чтобы школе присвоили это имя еще в 2007 году Нами была проделана огромная работа Педагогами школы, учениками, выпускниками, общественниками По сбору материалов об Анатолии Васильевиче Лепедевском Я хочу всех еще раз от всей души поздравить с замечательным событием С открытием мемориальной доски И пожелать вам все-таки быть не Иванами, не помнящими родства А быть настоящими гражданами и своего села, и своей Кубани, и страны Начальник управления образования Анастасия Ионова Поздравила учащихся и педагогический коллектив С таким значимым событием в истории школы Ребята, я уверена, что вы с гордостью носите звание ученика школы имени первого героя Вы каждый вносите достойные победы в историю школы И в будущем школа будет гордиться вашими достижениями Ведь вы главные победители, вы главные ребята, которые в школе имени первого героя Учились и получили те знания, которые дадут вам достойное образование и путевку в жизнь Почетное право открыть мемориальную доску предоставили заместителю главы района Олегу Ефимову и председателю совета ветеранов Анатолию Костенко Я горжусь, что я учусь в школе, которая носит имя первого героя Советского Союза Анатолия Васильевича Лепедевского И в этот знаменательный день мы открыли доску, посвященную ему И теперь все, кто проходит мимо нее, могут прочесть и гордиться им вместе с нами Напомним, в школах устанавливают мемориальные доски в рамках регионального проекта «Имя героя» Эту работу проводит Российское военно-историческое общество совместно с Министерством образования В преддверии года памяти и славы 75-летия Великой Победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова